Вообще вся оперативка была фактически бенефисом двух главных героев последнего времени. Хабиров достаточно резко среагировал на заявление Мухаммедьянова о недостатках в работе Уфимской администрации. Справедливости ради надо сказать, что на основании данных вот этого инцидента, вот этого насквозь фейкового инструмента обвинять уважаемого мэра в том, что он ничего не делает, ну как минимум нехорошо. Инструментов контроля предостаточно, правда ни один из этих инструментов не работает независимо или адекватно. Хабиров опять стал философствовать и рассуждать отвлеченно, рассказал о том, как он в 2008 году, бежав в Москву из Уфы, столкнулся с таким явлением, как дикие перевозчики. Как уже отметили аналитики, и я в том числе, даже если я не являюсь таковым, полугодие ради Хабирова власти в Республике Башкортостан никак не было отмечено в республиканских СМИ. Я не знаю, был ли это прямой запрет на обсуждение этой темы, хотя я знаю, что СМИ Республики категорически не рекомендовано анализировать успехи и неудачи ради Хабирова, категорически не рекомендовано сравнивать его работу с работой Рустема Хамитова, но есть еще ряд таких негласных запретов, но, тем не менее, заголовков о шести месяцах ради Хабирова у власти в республиканских СМИ так не появилось. Однако, к моему величайшему удивлению, итоги работы подвел сам ради Хабиров на прошедшем в понедельник вчера совещании в правительстве. Фактически, все это совещание, неимоверно длинное по сравнению с обычным хронометражом, длилось оно почти два часа, было посвящено именно подведению итогов того, что сделано было за эти полгода тем проектам, которые были запущены так или иначе при новой администрации, при новом управлении, при новой команде. Давайте по порядку. Ну, вообще вся оперативка была фактически бенефисом двух главных героев последнего времени, господина Киреева и Мухаммедьянова. Они делали бесчисленные доклады, сменяя друг друга на этой оперативке. Я, честно скажу, запутался и сбился со счета, сколько раз эти два героя, эти лёлик и болик башкирского правительства выступали в прошедший понедельник. Но оперативка началась с выступления господина Ахмедханова, с его первого сольного выступления на совещаниях правительства. И господин Ахмедханов рассказал нам о подготовке к 74-летию празднования Победы. Весьма косноязычно бывший милиционер доложил нам о том, как бодро и, я бы сказал, буйно готовится республика к 74-летию празднования Победы в Великой войне. У нас будет парад, у нас будет шествие «Бессмертный полк» с фотографиями погибших предков на прошедшей войне. У нас в Башкирии, судя по всему, будет организован филиал парка «Патриот», где-то на стыке между Уфимскими и Чешминскими районами. Также Ахмедханов сообщил нам, что в 2018 году Башкирия заняла третье место в конкурсе «Чествование памяти Победы». Я не знаю, как это назвать по-настоящему, не знаю даже, как понимать подобные конкурсы, но, видимо, уровень «Чествования» был каким-то образом измерен. Башкирия заняла в этом конкурсе третье место. И по мнению Ахмедханова, и цитирую его, это не наш уровень. То есть, нам только первый уровень «Чествования», видимо, пристойен. В общем, Ахмедханов кое-как с грехом пополам отчитался. Хабиров практически не обратил внимания на этот доклад. Отметил только, что это очень важно, нужно, дескать, продолжайте дальше и так далее. Следующим коротким докладом был доклад господина Мелкоедова по поводу перехода на цифровое телевидение, которое в Башкортостане случится 3 июня. Борис Николаевич достаточно складно изложил цифры, доложил о состоянии работы, доложил о том, что все идет хорошо, бодро, красиво и замечательно, что Башкирия на своей территории имеет максимально большое число людей, которые рискуют попасть в зону неохвата цифрового телевидения в Российской Федерации. На данный момент 10 с лишним тысяч домохозяйств не подключено к цифровому телевидению, но он, значит, мужественно сражается с этой проблемой, раздает бесплатные приставки. И вообще, конечно, весь этот доклад сквозил тем, что государство чрезвычайно озабочено тем, что какая-то часть населения может оказаться неохваченной телевидением, и, не дай бог, будет лишена регулярного общения с господином Киселевым и прочими выдающимися пропагандистами нашего времени. В общем, как сказал Хабиров, это вопрос политический. Тем самым, в общем-то, не оставив нам сомнений в том, каковы задачи вот этого оснащения и цифровизации телевидения на территории Республики Башкортостан. Кроме всего прочего, конечно, Хабирова не может не волновать отрезания от информационных источников, таких как БСТ, значительной части сельского населения прямо перед выборами. То есть тут, конечно, логика совершенно очевидна, и Хабиров будет добиваться максимально полного исполнения задачи по цифровизации телевидения в Башкортостане. Ну и, собственно, перешли к главному. Я бы назвал это, конечно, подведением итогов, но тут дальше начался перекрестный доклад двух наших главных министров, от господина Киреева и господина Мухаммедьянова. Следующим вопросом был вопрос о ходе ямочного ремонта и устройстве ограждений газонов во дворах. Начали с Киреева по старшинству должности. Киреев сообщил, что за истекший период, то есть за неделю, 62 294 ямы залатали, как прокомментировал это ради Хабиров. Также, значит, Хабиров, предваряя доклад Киреева, сообщил нам, видимо, как тут анонсируя главную тему, вот тут, конечно, драматургия у них очень сложная, Хабиров нам сообщил, что подавляющее большинство жителей недовольны тем, как, значит, автомобили паркуются в городах и населенных пунктах. И вот об этом вот очень тревожном термине подавляющая часть населения мы поговорим чуть позже, а именно мы поговорим об источниках информации, которой пользуется господин Хабиров, употребляя термин «подавляющее число населения». Мухаммедьянов сообщил нам после уже выступления Киреева краткого и достаточно несодержательно сообщил нам, что работы у него по ямочному ремонту ведутся по графику. Собственно, как и в прошлый раз, что он уже 138 370 ям отремонтировал за 2019 год. Также Мухаммедьянов не применил пожаловаться на город Уфу, который, в отличие от других территорий, смог освоить 30% плана по ямочному ремонту. Вообще жалоб на Мустафина на этой оперативке было очень много, и мы тоже о них поговорим ближе к концу этого анализа. Далее Мухаммедьянов начал сообщать об успехах будущего, о том, что 32 асфальтовых завода запущены в республике Башкортостан, и они неумолимо начали вырабатывать асфальт, которым скоро он покроет всю республику. Также Мухаммедьянов сообщил нам, что на момент его отчета уже 10 тысяч заявок поступило в систему «Дорожный эксперт», та самая вот эта пресловутая программа про ямочные ремонты, которым было столько много шума и так далее. Так вот, несложные вычисления говорят о том, что за истекшую неделю господин Мухаммедьянов смог каким-то образом аккумулировать в этой системе 8540 заявок, хотя на предыдущей неделе это было чуть меньше полутора тысяч. Как это удалось системе и самому Мухаммедьянову, одному богу известно. Для меня очевидно, что вся эта система сбора вот этих заявок через программу «Дорожный эксперт» не что иное, как абсолютная имитация и фейк, по которой нет никакой отчетности, которые уже сто раз проанализировали. И, в частности, даже сам Киреев сообщил нам о том, что зачастую заявка и фотография отчет о ремонте вовсе не соответствуют друг другу географически. При том, что никто всерьез не занимался ее анализом, а были только имитации анализа со стороны госпожи Прочаковской, даже эти поверхностные суждения говорят о том, что это абсолютная фигня, сделанная неизвестно кем за неизвестно, какие деньги, кстати говоря, этот вопрос тогда обсуждался и как-то теперь забылся. В общем, давайте перестанем всерьез воспринимать вот эту вот в пожарном порядке сделанную полупрограмму, полуимитацию, которую теперь нам выдают за какой-то эффективный инструмент работы с общественным мнением, с общественным пространством, с людьми, с их там видением дорог и так далее. Чушь полная, абсолютная вранье и имитация. Вот мой вердикт на эту программу. Но я не одинок, действительно ко мне присоединяется и господин Киреев, и господин Хабиров, который тоже в очередной раз на этом совещании грозно повелел проверить работу этого приложения. Но я бы советовал подвести итог и не мучить уже господина Мухаммедьянова в том смысле, чтобы признать эту систему неработающей и исключить ее вообще из поля обсуждения. Хабиров достаточно резко среагировал на заявление Мухаммедьянова о недостатках в работе Уфимской администрации. Хабиров, подытожив вот этот доклад Мухаммедьянова, вовсе не последний на этой оперативке, обратился к главам районов региона и такую программную фразу сказал, что этот вопрос, имеется в виду состояние дорожного покрытия, быстро переходит в отношение к власти. Но тут действительно Хабиров очень четко уловил настроение населения и вообще механизмы, которые работают. Да, дураки и дороги в республике и в России в целом действительно очень быстро превращаются в отношение к власти. Как только население видит избыточное количество дураков во власти и плохое состояние дорог, конечно, это мгновенно формирует отношение к власти. Тут Хабиров попал в точку. Вызвали на связь Мустафина, который доложил о том, что он за истекший период отложил по республике и по Уфе 1888 тонн асфальта на 11 тысячах квадратных метров. В общем, эти цифры, они равно как поразительно огромные, так же и никак не проверяемые. Вот они без конца теперь поступают в открытое пространство. Мы не можем понять, откуда берутся, как их проверить и вообще как подтвердить их достоверность. При этом господин Мустафин, видимо, не обладая больше никакими козырями, сообщил зачем-то Хабирову, что карта ямочного ремонта работает в Уфе и одновременно с ней работает уфимская карта ямочного ремонта. Напомню, что неделю-две назад, когда уже был финал этой трагедии по поводу разработки этой пресловутой электронной карты, Хабиров конкретно велел Мустафину прекратить параллельную работу городской карты ямочного ремонта. Это совершенно отчетливо и однозначно прозвучало на совещании. Я не понимаю, это игнор или это тупость, или это какая-то игра в кошки и мышки, но, в общем, Мустафин в качестве достижения и подтверждения качества своей работы доложил о том, что у него две карты работают параллельно. Там никто ни в чем не запутался вообще. Одни и те же ямы у них там не наносятся на эти карты, дважды отчеты не совершаются по этим двум картам, а самое главное, уважаемые дорогие наши, вы дважды денежки там не списываете за ремонт одной и той же ямы. В чем бардак феерический? Далее на сцене снова появился господин Киреев, который начал всыпать цифрами и опять, значит, стал засыпать нас совершенно противоречащими данными. В частности, он сообщил, что уже 3000 заявок он собрал на ямы во дворах через вот эту систему «Дорожный эксперт». Причем из этих 3000, 2400 он смог сделать за прошедшую неделю. Ну, прирост там какой-то там типа 800 процентов, значит. Однако при этом 14 тысяч с лишним ям они выявили через подворовые обходы. Вообще, зачем эта система нужна была, вот этот вот «Дорожный эксперт» непонятно. При этом господин Киреев гневно сообщил, что глава муниципалитетов вменяется в обязанность оцифровка ям. Оцифровка ям. Вот запомните эту фразу. Не ремонт, не приведение в соответствие, а оцифровка ям. Причем эта оцифровка и будет показателем качества их работы. То есть вообще получается, что вся система с этим вот «Дорожным экспертом» затевалась ради того, чтобы главы муниципалитетов носились по городу с смартфонами, и их там подчиненные фотографировали собственные ямы, вносили их в эту электронную систему, потом кто-то там волшебным образом выезжал их, ремонтировал и выкладывал снова фотографии о том, что ямы отремонтированы. То есть так получается. Это бред какой-то вообще, уже замкнутые трижды в кольцо. Причем и это будет критерием качества работы глав районов, количество ям, которых они сфотографировали на свои смартфоны. В общем, тут я отказываюсь вообще понимать логику господина Киреева и господина Мухаммедьянова и вообще всей этой системы «Дорожный эксперт». Господин Киреев уже после вот этих вот странных своих заявлений о ямах и системе работы с ними съехал на вот эту свою денежную тему. Я имею в виду заборчики и столбики. За истекшую неделю 284 погонных метров заборов было установлено в Туймазах, 8 парковочных мест, 8 парковочных мест было устроено в несчастном Сибае, 411 столбиков было установлено в Уфе, 196 метров погонных заборов было установлено во всех остальных городах. Вот, внимание, было отремонтировано 3000 метров погонных вот этих вот заграждений от зловредных автомобилистов. Про ремонт, кстати говоря, господин Киреев ничего не говорил. Денежки он собирается выделить вот эти миллиард 200 именно на устройство этих заборов. Как бы отремонтированные заборчики не вошли у нас в статистику установленных и изготовленных. Впрочем, Хабиров остановил вот это безумие с заборчиками и столбиками не в смысле того, что он его отменил, он его сделал теперь секретным. Он сообщил Кирееву, что хватит нам обсуждать столбики и заборчики, переведем это все в закрытый режим, вы мне, говорит, потом в закрытом режиме тет-а-тет расскажете, как вы там осваиваете этот миллиард 200. В общем, я думаю, что мы больше публично не услышим об этих знаменитых заборах и столбиках Киреева, равно как мы и не узнаем, каким образом были истрачены этот миллиард 200, потому что никто не посчитать, не соотнести вот эти столбики, отремонтированные, установленные, установленные самовольно, с той программой, которую наметил себе на миллиард 200 господин Киреев, не сможет. Кроме всего прочего, Хабиров вот в контексте этого доклада возмутился вообще работой глав. Он прямо обрушился, стал кричать, несмотря на хрипоту и простуду, главам районов, я вас не танцевать прошу, цитирую я Хабирова, я вас ямы заделывать прошу, у вас есть неделя на это все. Ну, речь идет, конечно, о фотографировании ям через смартфоны. Потом Хабиров начал, кстати говоря, к этому моменту оперативки уже закипать, хотя начал он ее очень спокойно, или я бы даже сказал, вяло, но тут его уже начало, значит, колбасить. Он потребовал от Киреева спустить показатели для глав муниципалитетов по ремонту ям во дворах, значит, а вы этого не сделали, тут же вменил в вину Кирееву это дело все. Каждому муниципалитету спустить задание и график, сколько ям во дворах должно быть заделано. Ну и после этого перешли к парковкам. Хабиров резонно поручил Кирееву проанализировать соотношение количества парковочных мест в республике и в городах в отдельности с количеством автомобилей и населения. Вообще, это очевидный признак телеги, стоящей перед лошадью. То есть, когда уже были запущены все вот эти репрессивные механизмы, все вот эти программы и прочее, прочее, внезапно решили проанализировать состояние дел. Но это по меньшей мере странно. Это примерно похоже на то, что дом уже начали строить, а потом решили прикинуть, поместится ли он на участке, на котором он находится. Ну, в общем, это очень странно и неестественно. То есть, вот этот анализ должен был быть произведен значительно загодя до того, как были приняты решения об установке этих столбиков, там, об организации этого бесчисленного количества парковок, которые они как будто бы совершаются и так далее, и так далее. В общем-то, ну, лучше поздно, чем никогда, с другой стороны, хотя бы будут знать, сколько есть, сколько будет. Ну, хотя я вот не уверен в том, что нынешнее правительство, в том виде, в котором оно работает, вообще в состоянии собрать подобную аналитическую картину в целом по республике, потому что и более простые арифметические задачки им вовсе не удаются. Четвертым вопросом вкратце пробежались по работе административных комиссий, тех самых, которые собирали вот эти вот штрафы за неправильную парковку на прошедшей неделе. Опять Киреев выступил, безусловно, куда без него. Значит, он сообщил, что теперь будут штрафовать граждан за неправильную парковку на одну-две тысячи, должностные лица на 15-20 тысяч, а юридические лица аж на 20-30 тысяч рублей. Статья эта грозная в административном кодексе республики Башкортостан называется 6.21, не путать 621, которое о растлении малолетних. Тут Киреев опять нам сообщил какую-то странную статистику, что с 9 по 12 апреля было выявлено 3295 нарушений, и отдельно в Уфе 1898, однако вынесено всего 758 постановлений об административной ответственности. То есть вот это соотношение 1 к 4 мне осталось непонятным, то есть если уж, как говорится, взялись за эту работу, ну, как говорится, огнем и мечом, то почему только четверть нарушителей ответили за свои нарушения при рассмотрении их нарушения административными комиссиями. Совершенно непонятно, то ли административные комиссии три четверти отпустили, то ли не смогли найти виновных, то ли виновные забили и не пришли на эти комиссии, ну, в общем, только 25% злодеев ответили за свои злодеяния по этой статье. Тут Хабиров сделал некое философское отступление такое мировоззренческое, он сообщил, что вот некоторые считают его кровожадным, и что он у людей последние деньги отбирает, а на самом деле он не отбирает у них последние деньги, он хочет навести порядок в нашей республике и наведет его. Ну, в общем, так-то, скажем так, банальное рассуждение, да, конечно, любое исполнение закона – это всегда насилие, и государство имеет эту некую монополию на насилие, ну, и сейчас в лице Хабирова это насилие совершается над гражданами по новой статье законодательства. Ну, в принципе, все как всегда. Пятым вопросом был еще один саморазоблачительный вопрос и тема. «Тема о повышении качества пассажирских перевозок и исключении нелегальных форм их реализации». Наступал господин Мухаммедьянов. Мухаммедьянов выступил с показательным номером о количестве оштрафованных, изгнанных с маршрутов и, значит, пресеченных вот этих вот злодеяний в области пассажирских перевозок. Сообщив нам те цифры, которые уже многократно сообщались в прессе и в публичном пространстве на протяжении последних вот этих пяти месяцев, Мухаммедьянов сказал главное. Он сказал, что, например, в Уфе проблема нелегальных перевозчиков решена. Точка. Поговорил про перспективы, как он будет развивать все это. Ну, такие, в общем-то, обычные, азбучные истины, что там, значит, создадим единую транспортную карту. Теперь там, ну, к концу года, правда, видимо, все будут платить по этой карте, там, ну, так далее и бла-бла-бла. Единое оформление транспорта и остановок, там, в общем, ну, все вот это, все, что уже сто раз было говорено. Хабиров достаточно быстро устал от вот этих вот докладов и релизов господина Мухаммедьянова. Он его прервал и начал критиковать. Я бы сказал, обрушился с критикой на него и на господина Мустафина. Он, я имею в виду, Хабиров сообщил, что уже полгода они занимаются от этой транспортной проблемой, так, прямо скажем, очевидное открытие. А также Хабиров сказал, что он получил за вот этот период с 15 октября по 15 апреля через систему инцидент 975 обращений по проблеме транспорта. И это недопустимо, возмутительно. Значит, он считает, что Мустафин работает плохо, его транспортный блок работает плохо. Значит, и ваш бравурный доклад, Тимур Рафисович, это хорошо, но недостаточно. Ну, в общем, дальше уже Хабирова прорвало окончательно. Значит, Уфа не может этот вопрос обеспечить. Кузнецовский затон в центр невозможно проехать. Шакша в центр невозможно проехать. Черниковка, Всепавилова невозможно проехать. И так далее, и так далее. Я продолжаю цитировать Хабирова. Это что, сложно? Математически сложно. Когда я прекращу получать эти жалобы? Почему Уфе это не решается? Когда это прекратится? И так далее, и так далее. Очень характерную фразу сказал Хабиров. Я так долго не могу брать на себя все эти удары. То есть, он-то рассчитывал, что эти удары лягут на кого-то другого, видимо. Сам создав, в общем-то, вот эту проблематику, он теперь думал, что кто-то за нее будет отвечать. Что бы мне хотелось отметить в этом взрыве, в этой тираде Хабирова, то, что он впервые в открытую стал использовать вот эти весьма сомнительные данные инцидента, вот эти 975 обращений граждан за полгода, кстати говоря, в качестве некой информационной дубины, в качестве аргумента о том самом подавляющем большинстве граждан. Напомню, что данные, сведения, статистика и вообще любая информация, поступающая из системы инцидент, не являются не то чтобы объективной, а не являются вообще понятной. Там вот эти бесконечные количества фильтров, та модерация, которую производят госпожа Прочаковская и ее подчиненные в этой системе, не позволяют нам судить о том, что эта система вообще хоть сколько-нибудь является достоверной. Эта система формирует мнение общественности для пользования радио Хабирова, а не наоборот. Здесь ссылаться как минимум на эти данные, я бы сказал, так неприлично. И на основании вот этих вот данных обвинять, например, того же Мустафина, при том, что я нисколько его не защищаю, но все-таки справедливости ради надо сказать, что на основании данных вот этого инцидента, вот этого насквозь фейкового инструмента, обвинять уважаемого мэра в том, что он ничего не делает, ну как минимум нехорошо. Я бы на месте Мустафина очень даже обиделся на госпожу Прочаковскую и затаил бы обиду на ее вот эти вот результаты труда. Но тем не менее Хабиров впервые воспользовался инцидентом как инструментом насилия над собственными подчиненными. Далее, значит, Хабирова уже, конечно, остановить было невозможно. Он заговорил про Башавтотранс. Он стал задавать вопросы Махаметьянову, что у нас происходит с Башавтотрансом, почему Башавтотранс не работает на территории республики, почему Башавтотранс перестал перевозить межрайонные перевозки, значит, и зачем мы, имеется в виду бюджет республики, накачал мускулами, имеется в виду деньгами, этот Башавтотранс и спас его от банкротства, не является ли Башавтотранс государственной палочкой, выручалочкой по решению социальных проблем и предвыборных задач самого Хабирова, ну и так далее, и так далее. Хабиров даже процитировал письмо некого господина Дунаева Семена, начальника отдела ЖКХ Архангельского района, который сообщил господину Хабирову, видимо, через тот самый волшебный инцидент, что он не может найти по конкурсу перевозчика там на какой-то местный междеревенский маршрут, потому что Башавтотранс ушел из-за нерентабельности из-за Архангельского района. Ну, в общем, кошмар, кошмар. Хабиров уже не стеснялся в этот момент в выражениях, он сообщил Мухаммедьянову, что он, Тимур Рафисович, не в состоянии решить вопрос на три копейки и о чем с вами вообще говорить. Ну, в общем, конечно, после этого действительно, если бы Мухаммедьянов был хоть чуть-чуть офицер, то ему нужно было бы забежать за угол и застрелиться, но этого не случилось, к счастью. После вот этого совершенно оглушительного разгрома Мухаммедьянова и попавшего под горячую руку Мустафина, Мухаммедьянов, конечно, попробовал оправдываться, он сообщил о том, что там к третьему кварталу Башавтотранс укомплектуется автобусами, что они героически заключили контракт на поставку ста автобусов, но зловредный поставщик их обманул, и вот сейчас вот ничего им не поставил, а там сроки уже прошли. Но это вообще, кстати говоря, совершенно возмутительная история, в том смысле, что если уж целый министр с целым министерством не смогли заключить адекватный контракт при наличии денег на сто автобусов, так в шею надо гнать вообще этих бездельников, потому что, ну как, не смог купить в магазине что-то при наличии денег, что ли он? Не смог найти поставщика? Чё, клин, светом, свет клином сошлись на этом нефазе и на этих автобусах, значит, из Нефтекамска. В мире вообще десятки, если не сотни производителей готовых поставить, и я уверен, по более низкой цене аналогичные автобусы города Уфе и республики Башкортостан. Нет, вцепились в этот нефаз, надо бы проверить еще, на каком основании там эта сделка прошла и какой там откат кому светит за это все. Но, тем не менее, не смогли купить автобусы. То есть, Мухаммедьянов лучше бы молчал, конечно, в этой ситуации. В общем, конечно, по поводу транспортной вот этой реформы, которая была, в общем-то, первым подвигом Геракла, в кавычках, в скобках Хабирова, на поле деятельности в республике Башкортостан, провалена окончательно. Сам Хабиров констатировал, что на самом деле, конечно, не получилось ничего. Нелегалов легализовали через копеечные лицензии, новых автобусов не появилось, зато проблем в районах и Уфы, и вообще в республике только прибавилось после этой реформы. Процесс саморазоблачения продолжился. И шестым вопросом, кстати говоря, на этой оперативке количество вопросов было тоже феноменально большим, был вопрос о ходе реализации проекта ремонта подъездов и благоустройства территорий, выступающим был, понятное дело, Киреев. Киреев нам поведал, во-первых, в строках о своих открытиях, неожиданных и, видимо, очень ярких, которые его поразили, которыми он решил поделиться. Киреев сделал, например, такое открытие, что прежде чем ремонтировать подъезды, оказывается, нужно было провести подготовительные работы, а именно отремонтировать кое-где провалившиеся кровли, лифты, трубопроводы и прочую инфраструктуру в подъездах, а то красивого подъезда все равно не получится. А это все никак не входило в финансовые планы господина Киреева, и он не знал о том, что многие подъезды находятся в таком отплаченном состоянии. А ему запретили ремонтировать уже отремонтированные подъезды, чтобы конфетка получалась за 3 копейки и очень быстро. В общем, конечно, попал господин Киреев в очень трудное положение. Дальше он рассказал нам о единственном успехе, которого он достиг в этой программе, а именно он сумел при помощи аппарата вице-премьера и целого министерства разработать целый акт открытия работ в подъездах. Это такой документ, который, подписывая, дается старт работам в подъезде. Собственно, на этом успехи закончились. И я уже так промежуточно констатирую, что вот эта программа, одна из некоторых, которая рискует превратиться вообще в виртуальную и фейковую. Далее Киреев перешел к перечислению и констатации тех проблем и трудностей, с которыми он столкнулся, на пути решения вот этой проблемы. Вообще осталось два дня на заключение договора о субсидиях. То есть на данный момент остался один день. А никто практически с ним этого договора не заключил. А 40 муниципалитетов вообще не прошли госэкспертизу. И им осталось два дня не только на заключение договора, но еще и на эту экспертизу. А несколько районов, например, Болтачевский, Краснокамский, Дуванский вообще отказываются от реализации этого проекта по ремонту подъездов. И, в общем, ужас-ужас. Никто Киреева не слушается. Муниципалитеты, вытаращив глаза, сидят, молчат, значит, и никаких заявок не подают. И, в общем-то, до 17 апреля нужно либо завершить экспертизы вот этих проектов, либо отказаться от этого проекта. И, судя по всему, ну, огромное количество муниципалитетов в этой программе участвовать не будет. Выслушав вот этот печальный доклад Киреева, Хабиров, видимо, стал не по себе от того, ну, насколько нулевыми оказались результаты по поводу вот этой вот программы ремонта подъездов. А, кстати говоря, я вот, ну, не удержусь от ремарки о том, что я предупреждал, что еще в самом начале вот этой программы, что вот именно эта программа будет самой провальной в том смысле, что она практически нереализуемая в той системе управления, которая существует в республике. Не смогут они связать все вот эти вот механизмы, практически нестыкуемые между собой, чтобы создать некую систему, ну, вот, распределения средств и контроля за качеством работы. То есть пути здесь будет два. Либо забить и забыть, ну, попутно своровав там вот эти безумные деньги на этом ремонте, либо перестраивать всю систему. Что-то мне подсказывает, что только первый вариант на самом деле реалистичен для республики Башкортостан. Хабиров попытался спасти положение. Он как-то так мягко начал уговаривать Кирееву, что вот он все-таки, Киреев, вошел в график работ первого этапа, но очень хромая. Потом Хабиров высказал надежду, что ну, на следующий-то год мы начнем иначе все это делать. Боже мой, мы еще и на следующий год это все будем делать, что ли? Кроме всего прочего, Хабиров обратился к Сидякину за помощью. Он как-то так недоуменно стал спрашивать, а у нас есть какое-нибудь контрольное управление, чтобы все это контролировать, иметь в виду вот эти подъезды, ремонты? Почему я все время Прочаковскую прошу? Почему я опираюсь, внимание, все время опираюсь на несистемную работу? То есть несистемная работа, это, видимо, вот и есть характеристика работы Прочаковской и вот и всего этого инцидента. Я должен получить инструменты контроля? Вскричал Хабиров. Значит, ну, хотелось бы напомнить, что у Хабирова есть контрольное резидентное управление в подчинении в составе администрации его. У него есть контрольно-счетная палата, где сидит верный Шаги Муратов, который посчитает все как надо. В общем, много у него инструментов контроля, кроме всего прочего, у него есть еще 11 гвардейцев Прочаковской, которые в любой момент со смартфончиками могут выбежать в любое место и чего угодно нафоткать и отчитаться. Инструментов контроля предостаточно. Правда, ни один из этих инструментов не работает независимо или адекватно. Тут, конечно, я выражаю свое сочувствие ради Фаритовичу. И, ну, не без злорадства хочу отметить, что ранее система контроля была создана, и она работала. Не скажу, как, опять же, потому что бесплатных консультаций я не даю. Свернув с грехом пополам отчет по ремонту подъездов, Хабиров произнес ту самую фразу, предваряя следующий вопрос, которая, собственно, и стала названием для сегодняшнего выпуска. Хабиров вдруг с какой-то печалью сказал, да, коллеги, начинаем гореть. Ну, если выхватывать из контекста эту фразу, то она, конечно, идеально становится заголовком для сегодняшнего выпуска. На самом деле, Хабиров говорил о докладе господина Латыпова. Это руководители Главного управления МЧС Республики о лесных пожарах, ну, собственно, которые ежегодно случаются на нашей территории. Не могу сказать, чтобы что-то было примечательное в этом докладе, потому не буду отнимать ваше время на этот доклад. Единственное, что вызвало вопросы в блоке, значит, о лесных пожарах, информация о том, что собираются привлечь к мониторингу лесного хозяйства вертолет Робинсон Р-44, ну, который, как известно, был куплен для нужд перевозки Рустема Хамитова и его семьи. Но напомню, что этот вертолет, по моим сведениям, принадлежащий Рекфонду Республики Башкортостан и переведенный на баланс какой-то странной ООШКИ, лежит в разобранном состоянии. Насколько мне известно, у него очень серьезная поломка двигателя, которая стоит там чуть ли не 2 миллиона евро. И каким образом можно этот вертолет включать в состав там боевой группировки по мониторингу лесов и пожаров, мне непонятно. Не является ли это неким там очковтирательством или хуже того, приписками и воровством бюджетных средств, я не знаю. Но проверить было бы полезно. Ну и традиционно в конце оперативки Хабиров отвлекся от темы и повестки и сделал свое уже фирменное замечание в данном случае главным героем этой оперативки, господину Мухаммедьянову, Мустафину. Хабиров опять стал философствовать и рассуждать отвлеченно. Рассказал о том, как он в 2008 году, бежав в Москву из Уфы, столкнулся с таким явлением, как дикие перевозчики, вот те самые джихад-такси и прочие, значит, как их называют в народе. Он почему-то сравнил их с теми чудо-автомобилями, которые показывали в фирме сумасшедший Макс, Мэд Макс. Ну да ладно. И, как пример, он сообщил Мустафину и Мухаммедьянову о том, что проблема-то решаемая, вы ее решайте. Имеется в виду вот эти вот проблемы перевозок, проблемы создания маршрутной сети и так далее, и так далее. Мустафин, он в очередной раз попьянял, что его люди в мэрии действительно плохо работают, и, наверное, нужно избавиться от кого-то, кто там подводит весь этот транспортный блок в мэрии. В общем, конечно, расстроили подчиненные ради Фаридовича. И, честно говоря, по-человечески мне было действительно его жаль в том смысле, что человек искренне, по крайней мере, как мне показалось, переживает за собственные неудачи. Он действительно как-то очень эмоционально к этому относится. Но надо быть реалистами, надо понимать, что это не просто какие-то частные неудачи какого-то одного неудачника или человека, который совершил какие-то ошибки. Это на самом деле совокупные неудачи всей республики. И относиться к этому с излишней снисходительностью точно нельзя. Потому что, простите, за все эти неудачи, промахи, все вот эти неудачные эксперименты всех вот этих вот товарищей, друзей, дружищ, и не знаю, как еще называть вот эту команду, отвечаем мы, в том числе деньгами, налогами, и отсутствием определенных услуг и каких-то удобств, которые, значит, отбираются у населения республики Башкортостан. Экспериментировать на 4-х миллионном населении республики только для того, чтобы научить вот этих вот, вот эту кучку балбесов там, чего-то делать, ну, вообще-то непозволительная роскошь. То есть, если уж набрал неумех, ну, тогда и отвечай за них. Потому что сейчас там все это снисходительно к этому относится, ну, ничего-ничего, Киреев же, он только учится, сколько он будет учиться там на наших неприятностях, там, этот учится, тот учится, этот считать не умеет, этот писать не умеет, ну, зачем таких набрали-то? В общем, конечно, излишняя снисходительность к этому всему тоже недопустимо, но Хабирова мне действительно по-человечески жалко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова